Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поэтому в эти дни напряжение на полях еще более нарастает Этому способствует четко отлаженная деятельность техорганизаций и предприятий города и района Которые напрямую связаны с сельским хозяйством В этом году в акционерном обществе открытого типа сельхозтехника созданы передвижные механизированные звено в уборке Вот что нам рассказал заместитель директора по коммерческим вопросам Сафин Ангамах-Махтурович Наше комплексное звено, созданное при РТП, приступило к работе где-то в середине августа Но эта задержка оказалась из-за позднего поступления комбайнов Первые работы мы провели в колхозе Парк Комуна Наше звено состоит из четырех комбайнов Это в составе Ваниль Луна-Ришата, Хамзина-Рифата, Валенурова, Ленина и Гарипова-Буллоги И здесь еще включили два самосвала сил То есть водители Зинатулин и Гориев Все это звено после работы в колхозе Парк Комуна переехало в колхозе Шапаева В колхозе Парк Комуна мы намолотили 1044 сетмера зерновых А вот уже в колхозе Шапаева уже работа вошла спора Там уже более-менее поля пошли И погода установилась Здесь за две недели на четыре комбайна Молотили 8563 сетмера зерновых И водители перевезли 5835 сетмера зерна Они также и занимаются перевозкой на элеватор, не только с комбайна В настоящее время мы работаем в колхозе Дружба Но погодные условия не очень балуют нас Считай, ежедневно приходится простаивать И до этого ежедневно на молоте не очень высокие В среднем мы ежедневно молотим на комбайн Где-то 300-400 сетмеров Мы работаем весь готовый день Стараемся использовать каждую погожую минуту Ну, что говорить Особенно, как нас встречает в колхозах Ну, руководство колхозов очень довольны нашей работой И многие колхозы, как сегодня же, даже хотели бы, чтобы мы везде у них поработали Но это практически невозможное звено Работает единым звеном Ну, какое же отношение, надо сказать, колхозов к нам? Ну, я бы не сказал, что именно слишком доброжелательное или плохое отношение к нашим людям среднее Ребята работают, конечно, с ревеньем Стараются работать как-то с большей отдачей Ну, и чего бы не хватает Конечно, как говорится, семья не без уродов У нас, конечно, некоторые колхозные механизаторы Не очень-то желанно встречают Ну, пока, не надо говорить, что со стороны колхозников никаких действий саботажных или там вредительских не было Это нельзя говорить Но только одно желает остаться Кормление, конечно, в колхозах Остается желать мужчин Значит, некоторые требования наших ребят не выполняются Да, значит, работать будем до завершения уборки в колхозах Если, конечно, погода не подведет Полностью постараемся помогать всем остальным колхозам После изнуряющей тяжелых проливных дождей Вроде бы на короткое время Природа подарила нам удивительно теплые солнечные дни Тружники полей с огромной благодарностью к природе Воспринимают это как милость И пытаются использовать каждый погожий час Путь нашей небольшой съемочной группы пролегал в молодой еще Только-только встающий на ноги колхоз Ленин Корно Вот что нам рассказал председатель колхоза Абтеряев Анатолий Николаевич О ходе уборочных работ в хозяйстве Абтеряев Анатолий Николаевич, как в колхозе Ленин Корно На сегодняшний день обстоят дела с уборкой урожая? Не смотря на трудный год В этом году из-за погодных условий Наши механизаторы завершают в эти дни уборку зерновых Уборка зерновых скошена 95%, убрана 93% Осталось работы на два дня На два дня Если погода такая же ясная, хорошая будет Мы завершаем завтра ранние яровые уборки ранних У нас остается гречиков убрать и остается вику на зерновых убрать Урожайность сколько составляет? Урожайность по колхозу на сегодня составляет 13,7 сетнера на каждый гектар с позерновым Сколько вам предстоит сдать государству и сколько сдано? Ну, создачи государства у нас более задержки Не всегда в первую очередь мы сумели отправлять Это из-за транспортных проблем Потому что колхоз Днепр сам не в состоянии Транспортные средства поставить под загрузку на элеватор Мы в основном вывозим из-под комбайна А несмотря на это, на сегодняшний день мы план поставки, госзаказ выполнили на 95% С 7 тысяч сетнеров на сегодняшний день мы вывезли 95% зерна Мы этот план, или будем называть госзаказ, выполнили бы сегодня Вот это зерно все для отправки государству подготовлено Только из-за отсутствия транспорта оно лежит здесь Сегодня мы не загрузили ни одну машину Если бы были машины, мы выполнили бы сегодня госзаказ А скажите, проблема транспорта это ваша компетенция? Ну, в основном организованные централизованные перевозки откликались Вот, в основном откликались Поэтому, несмотря на вот такое открытое хранение зерна, мы справлялись Ни один сетнер зерна не испортили Все своевременно отправляли Но, как по-вздуманному, не получается Только я это хотел бы сказать Остальное все... Вот, тут необходимо сказать Хорошее начало в нашем районе Это централизование перевозки По телефонному звонку откликаются Это диспетчерская элеватор откликается И мы отправляли зерно своевременно Скажите, вот тут на ТОКУ у вас Во сколько смены организованы работают? Кто здесь работает? На ТОКУ в основном дневная смена Это учащиеся в Айгюзинской восьмилетней школы В средней школы? В средней школы А руководитель Николай Константин Петрович Он руководил хорошо, своевременно организовали А в ночной смене у нас колхозики Женщины вот этой третьей бригады работают в основном Ну, постоянно работают, помогают бухгалтерский состав колхоза Вот сегодня они все четверо здесь работают Бухгалтерский состав А вот такие вавральные дни Все специалисты работают до 4-5 часов Мы для себя заготовили и заложили семена Где-то 350 тонн А вот это семена, которые завезли в склад Это вся работа специалистов Хорошие, как сказать, плодотворные работы комбайнеров Это Сайфу Ледмитает 3,5 тысячи отмолочил на сегодня Федор Ледмитай Около 3 тысяч намолотил Это те люди, которые работают уже, ну, как сказать, 30 лет 35 лет, вот такие комбайнеры У нас есть и молодежь сегодня, хорошая молодежь Мы вот в этом году дали двум ребятам, которые вернулись в колхоз после армии Им дали... Вот они хорошо работают У них выработка не такая уж большая Но на перспективу можно ожидать от них тоже хорошего труда Результативного труда На днях колхоз Ленин-Карно выполнил госзаказ И хотя он по сравнению с планами других хозяйств не такой большой Однако труженики этого колхоза все-таки одержали победу И зерно колхоза Ленин-Карно вольется в хлеб башкирского горовая Евгений Александрович, расскажите, пожалуйста, об эпидситуации в нашем районе Эпидситуация в нашем Минаульском районе за прошедшие 8 месяцев благополучная Однако отмечается повышение инфекционной заболеваемости По таким инфекциям, как сальмонеллез, геморрагическая лихорадка Ну и некоторые другие Но я хочу остановиться на заболевании по сальмонеллезу У нас произошла в районе вспышка сальмонеллеза Которая возникла в детском комбинате номер 2 НГДУ Краснохолмск Нефть с количеством заболевших 67 человек Причиной послужило нарушение технологии приготовления пищи И, кроме того, был приготовлен продукт, который запрещен вообще в детском питании Это блинчики с мясом Болели дети, болели воспитатели, сотрудники Болели даже дети сотрудников В котором мамаши домой прихватили вот эти же самые блинчики с мясом Вспышка была своевременно купирована Благодаря действиям нашего эпидситута и отдела ген-сей подростков Больные, часть больных, тяжелые, которые были госпитализированы И буквально в течение 3-4 дней эти случаи заболеваний были уже прекращены Дальше вспышка у нас не пошла Евгений Александрович, отчего же повысилась заболеваемость геморрагической лихорадкой? Надо сказать, что в нашем районе в 4,5 раза повышена эта заболеваемость геморрагической лихорадкой С почным синдромом, по-другому говоря, мышиная лихорадка Это происходит из-за того, что было нынче дождливое лето Горазуна, как это известно, мигрирует с полей в жилище, в вагончики В другие места проживания и обитания людей Там происходили загрязнения пищевых продуктов Которые мы непредусмотрительно оставляем открытыми на своих столах И люди, употребляя эти пищевые продукты, загрязненные грызунами, заболевали Но наш отдел профилактической дезинфекции борется с этими заболеваниями, с этими грызунами Путем раскладывания отравленных приманок Однако есть такие организации, которые не заключили с нами договор на проведение этих работ Экономить деньги Но в то же время они могут потерять и больше на здоровье своих сотрудников Какие же это организации? Быткомбинат, районный узел связи, дворец культуры, агропромхимия, РТП, РАЙПО, часть магазинов Чехана возле КПМ, магазин «Лаванда» Как мы знаем, слышим по России и в ближнем зарубежье гуляет холера Грозит ли нам такая опасность? Надо сказать, что случаи в холере в нашей республике, Башкортостан, до сих пор не зарегистрированы С водоемов даже еще не выделен холерный вибрион Сейчас вот эту нынешнюю вспышку вызвал холерный вибрион О-129 Бенгал Никак раньше была холера Эльтор У нас пока в республике спокойно, в частности и в нашем районе спокойно Но мы, в свою очередь, проводим профилактические мероприятия Которые направлены на выявление, на предупреждение в случае возникновения холеры Мы исследуем воду из водоемов, есть у нас стационарные точки Это Кармановское водохранилище, там где места купания людей Место купания возле моста по реке Буй И возле Нового Артаула, где расположена база отдыха нефтяников Мы исследуем всех лиц, которые болеют кишечными инфекциями На холерный вибрион исследуем Ничего до сих пор у нас не высеяно Кроме того, в наш район поступало несколько вагонов с помидорами Из республики Дагестан, которая, как известно, поражена была в первую очередь холерой Мы исследовали образцы помидоров с разных точек вагонов, как это положено Холерный вибрион также не высеян Евгений Александрович, несколько слов о возбудителе этого заболевания Это заболевание вызывает холерный вибрион Он вызывает неукротимый понос и рвоту у человека Это самые первые симптомы И наступает, если не лечить этого больного, смерть от обезвоживания организма Какие меры профилактики для этого необходимы для того, чтобы не заболел человек? В первую очередь соблюдение личной гиены Мыть овощи не составляет труда Обдать их кипятком перед употреблением тоже не составляет труда И вот эти простейшие мероприятия Они приведут к тому, что человек не заболеет холерой И будет здоров Ну, кроме того, не надо пить воду из случайных водоисточников Надо пить воду, гасированную, соответствующую санитарно-геническим требованиям Евгений Александрович, почему же у нас все-таки очень много комаров? Зависит ли это только от того, что мы сидим на болоте? Да, комары это беда нашего города Которые отмечают и приезжие к нам гости И люди из других регионов Вина не только в том, что мы находимся на болотистой местности Вина в первую очередь в том, что все подвалы наших многоэтажных, пятиэтажных и двухэтажных домов Затоплены то канализационными водами То водами из теплотрасс, как вот и сейчас происходит Бывает порыв водопроводов И в результате этого происходит там постоянный выплат И свои уже популяции комаров Рода кулекс, так называемая Размножаются в наших подвалах И это какой грозит опасности? Если у нас могут возникнуть Случаи заболевания малярией в городе То есть больной человек Есть переносчики, комары И есть восприимчивый организм Это мы с вами Стало быть, мы можем заболеть малярией И для того, чтобы не заболеть малярией Необходимо, чтобы все подвалы были сухие Те средства профилактики, которые применяем мы при обработке подвалов Они могут быть эффективны только тогда, когда подвалы будут сухими Хочется еще вот о чем сказать У нас очень часто происходят порывы водопроводов Но своевременность устранения этих порывов очень долгая В частности, ПУ ЖКХ Горсовета Руководитель товарищ Габухаков Ильюс Конофеевич Возле перекрестка улица Победа и Советская Порыв водопровода не устранялся где-то в течение двух с половиной недель За это он был оштрафован на 30 тысяч Но порыв в настоящее время ликвидирован Такие же аналогичные случаи отмечаются по линии ЖКХ НГДУ Краснохомскнефть За что руководитель товарищ Андрианов тоже был нами наказан И ведь чем грозят эти порывы водопроводов Ведь вот в эти порванные трубы, там где имеется порыв Могут подсасываться канализационные источные воды Не исключено, что кто-то будет болен дизентерией, сальмонолезом А может быть даже и брюшным кифом И вот эти источные воды, подсасываясь в систему водопровода Могут потом поступить к нашим жителям Их жители заболеют Поэтому нужно, чтобы эти порывы ликвидировались в свое время В настоящее время мы в районе проводим большую работу По массовой иммунизации населения против дифтерии Известно, что эта инфекция до недавнего времени Не была у нас ни в стране, ни в республике И вот буквально в течение 10 дней, 10 лет идет рост этой инфекции Отмечаются также и смертельные случаи В этом году уже у нас в республике, в Башкортостан Зарегистрировано 17 случаев дифтерии Имеется 2 смертельных случая Причина здесь в том, что иммунитет, который был после прививок у людей Утрачен с годами И поэтому сейчас нужно продолжить эту работу У нас сейчас привито около 61% взрослого населения Эту работу мы надеемся к концу года довести до 85% И достигнем той иммунной прослойки Когда у нас невозможно будет распространение дифтерии среди населения Бояться этих прививок не следует Применяем разовые шприцы для каждого пациента Поэтому я считаю, что когда наши сотрудники И сотрудники районной больницы приходят в учреждение Или приглашают к себе на производство этих прививок Отказываться не следует И бояться СПИДа в настоящее время пока нет Ну как говорится, береженного Бог бережет Евгений Александрович, в последнее время мы на улицах и на улы видим много беженцев А как известно, в тех республиках очень много инфекционных заболеваний А нет ли такой опасности, что они завезут эти заболевания и в наш район? Такая опасность имеется Надо сказать, что у нас нынче уже были зарегистрированы три случая малярии И это все связано с теми лицами, которые служили в южных республиках Двое ребят из Максимова, один парень из Сусаде-Балака Эти ребята служили в Таджикистане Были укушены комаром, который в себе нес малярийный плазмодий И возбудитель малярии И заболели уже по приезду сюда домой У одного из парней был рецидив Беженцы, которые, переселенцы, которые к нам приезжают из южных республик Не стоят своевременно на учет в кабинет инфекционных заболеваний При районной поликлинике Вот поэтому хотелось к ним даже обратиться с таким призывом Чтобы они встали на учет Мы их обследуем, при необходимости сделаем прививки против дифтерии И тем самым обезопасим их и окружающих И просьба к отделам кадров, которые принимают к себе на работу этих людей Пусть у них будет на руках какой-то документ Что они встали к нам на учет в кабинет инфекционных заболеваний Тогда будет спокойнее и вам, и нам Ну и в целом для нашего района Янаульского Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...